Чтобы вы искали направление, куда молиться, в сторону востока или в сторону запада. Именно Аллах не спасал это после того, как до этого Аллах приказал пророку Мухаммаду, когда они находились в мечте Кибилатейн, во время молитвы не спасал Айя, когда мусульмане молились в сторону Иерусалима. И Аллах не спасал Айя, сказал направьте свои лика в сторону мечети Аль-Харам. И тогда то есть это стало некой проблемой для верующих. Некоторые 10 сахабов, сразу это те, к которым был обещан рай уже при жизни, Абу Бакр, Умар, Усмайн, Али, Талиха, Зубейр, Абу Убейдамин Джаррах, Саид Би-Вакас, Саид Би-Заид, Талиха, они все направились за пророком Мухаммадом, салаллаху алейхиссалям. Как сделал посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалям, направился во время молитвы, ему не спасло было от Аллаха вахи, и они то же самое совершили то, что сделал пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, 10. И Аллах, Субханаву Атеаля, при жизни обещал им рай. То есть, представляете, они живут по этой земле, ходят, и они знают, что из-за обитателей рай, из-за чего? Из-за того, что они сделали то, что сделал пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям. Не размышляя, то есть, для чего он повернулся. Все. Услышали, увидели и подчинились. Вот так вот они подчинялись посланнику Аллаха, салаллаху алейхиссалям. И была некая проблема. То есть, некоторые начали говорить, зачем мы повернулись со стороны Иерусалима, в сторону Мекки. Для чего это было? То есть, много вопросов. Были глупцы, которые ходили и начали говорить, как Аллах в Коране говорит. Говорили суфаха, глупцы, что с ними случилось? Что их заставило развернуться от той киблы, от того направления, на котором они были до этого? То есть, для чего это они сделали? Много-много разговора пошло, и Всевышний Аллах в этом аяте нам пояснил, что само благочестие, глубина вот этого благочестия заключается не в том, чтобы вы повернулись в сторону Востока или в сторону Запада. Чтобы найти киблу, мы с вами знаем, рука мир аркана, салаллах, столб из толпов намаза, это нужно направиться в сторону Каабы, в сторону Священной Мекки. Но, однако, не это суть благочестия, не это сама суть намаза, это василя, лисаллах, валяйся мақсаду саллах. То есть, это имеется в виду, это путь, это причина для намаза, чтобы был намаз действительный, но это не суть намаза, это не суть молитвы, это не суть ассаллах. Поэтому в шариате, какая бы ни была великая василя, то есть, это правило такое в шариате, какой бы великая василя, причина ни была для того, чтобы действие было правильным, достоверным, однако, вот эта причина, она не сможет достичь уровня мақсад, уровня именно вот этого основы, уровня результата, то есть, для чего это делается, какая бы великая василя ни была, какой бы великая причина ни была, однако, не сможет достичь именно уровня мақсада, именно того, что для чего ты то или иное дело делаешь. Почему долиль на это? Например, если человек верхом едет, когда или в самолете летит, он может молиться по направлению. Если была бы эта суть намаза, то ему обязательно нужно было бы найти киблю. Или, например, нарит, больной человек, если он не может поворачиваться, то ученый говорит, он может молиться, лежит, например, на койке, невозможно ему найти киблю или повернуться, это для него утруднение, усложнение, он там лежит парализован, то он как лежит, вот по этому направлению и читает намаз. Или, во время битв тоже там есть свои ахками, свои хукмы, как нужно молиться в это время. Поэтому это не является основой молитвы. И здесь Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, хочет нам объяснить и сказать, какого бы это великое действие не было бы, найти киблу, найти направление, однако это не является суть, это не является благочестием. А в чем же является благочестием? Тут задается вопрос. Дальше Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, говорит, но однако, именно благочестие, в первом, в чем, в том, чтобы человек уверовал в Аллаха. Благочестие в вере во Всевышнего, в книге, в пророках.